В Екатеринбурге врач скорой помощи обворовал пациента. Какой ужас, кто бы мог подумать? Эту историю озвучил в интерсети екатеринбургский фотограф, говорят даже известный в узких кругах, Гриша Лопаткин. Поскольку это криминальная, полная драматизма история зиждется исключительно на показаниях фотографа и официальными силовыми структурами не подтверждается, ну просто в них Гриша не обращался, постольку мы ее расскажем как бы в общих чертах, без конкретных адресов и фамилий, просто как о вопиющем явлении природы. Вот все мы в массе своей думаем, врачи это ж святые люди, жизни спасают, работают за копейки, на врачей скорой помощи нападают пьяные пациенты, да, самый циничный юмор медицинский, да, не всегда скорая помощь приезжает на вызов моментально, но то, что у врачей крошечные зарплаты, это перевешивает все. Однако, чтобы врач, пусть бедный, пусть вынужденный много работать, украл у пациента деньги, это просто невероятно. Впрочем, все мы люди, все мы грешны. Декорация такая, у фотографа Гриши Лопаткина его папка-гипертоник, живущий отдельно, перестал отвечать на телефон. Родня забеспокоилась, толпой нагрянула в адрес, дверь была закрыта на щеколду изнутри, пришлось вызывать спасателей совы. В общем, спустя какое-то время родственники прорвались в недра квартиры главы семейства. Открываем, и там ужасная картина, то есть потерял сознание, лежит на полу, обездвижен, еле дышит, короче, ну, жестко. Сразу же звонит в скорую, приезжает бригада, бригада 82, как мне сказали по телефону. Профессиональному мастерству волшебников из страны ОСС вопросов не было. Пациента с подозрением на инфаркт откачали, провели все необходимые манипуляции, сегодня не об этом. Бригада скорой на консилиуме решила, что клиента необходимо госпитализировать в первую городскую больницу. Фотографа Гришу Лопаткина, видимо, как самого молодого, отправили в карету за носилками. Все двинулись на выход, чтобы на машинах сопровождать ботяню в лечебницу. В адресе остались врач и пациент, который следить за доктором физической возможности не имел. И тот воспользовался случаем. Залез в мамин саквояж, еще наверняка сказал слова киногероя, о, это я удачно зашел, и потырил из пачки пятитысячных купюр одну. Впрочем, долой от себя тяну. Надо закрыть квартиру. Я бегу закрывать квартиру, врач мне на встречу проходит, все вроде не предвещает абсолютно никакой беды. Захожу в квартиру, стоит мама, у нее глаза вот так открыты, она говорит, слушай, врач залез ко мне в сумку. Я говорю, да как так? Она говорит, когда мы выходили, она услышала то, что у нее сумка саквояж с двумя защелками. Она говорит, я услышала, как отщелкивается саквояж. Она говорит, цык-цык. Она говорит, я поэтому до третьей двери дошла, которая перед выходом на улицу, и пошла обратно. Говорит, захожу, сумка открыта, молнии внутри открыты. У нее, она стоит, смотрит на меня, я говорю, да не, как, врач? Я говорю, тот врач, который вот, только что проводил вот эти все необходимые процедуры, ставил предварительный диагноз, и который сейчас повезет отца в больницу. Он? Она говорит, да. И не стали разбираться там на месте, на самом деле пошли, брат сел в карету, карета поехала на бегалках, мы с мамой двинулись сразу же за ней. Она говорит, пересчитай, пока едем, я пересчитаю, и не хватает одной купюры. Ну, как, она говорит, что не хватает одной купюры. Без разницы, для кого-то это 5 тысяч, это не деньги, для кого-то это большие деньги, я просто говорю, что не хватает одной купюры. И мы приезжаем туда, как бы голова занята абсолютно не этим, и до сих пор не верится в тот факт того, что вообще это, в принципе, возможно было, что врач может так поступить. Потому что, ну, как? Вот человеку ставит диагноз прединфарктный, инфарктный, то есть какое-то там состояние, и пока выносит, он, не знаю, он щипач, то есть он обчищает квартиру, что-то получается. Кто-то спросит, а почему в саквояже Гришиной и мамы было так много денег, что врач подумал, типа, одной купюрой больше, одной меньше не заметят. А оказалось, в этот день так легли звезды и сошлись карты, что у пациента сконцентрировались бабки, а у врача возникло желание их воровать. Вообще деньги, откуда деньги-то эти? Деньги брали для того, чтобы брали из одного банка, чтобы погасить сумму в другом банке. И банк выпил купюры по номерам. Понятно, что в ситуации, когда у папки родного инфаркт, Микарда, вот такой рубец, и воровство, и пять тысяч казались вещами исчезающими малыми, наноминиатюрными. Но отправив батю на каталке в операционную, ну или куда там инфарктников возят, Гриша вышел на улицу, выдохнул и нашел ту самую бригаду скорой и предъявил врачу щипачу. Я к нему подхожу и говорю, мужчина, если вы взяли, то верните, пожалуйста, деньги по-хорошему, потому что, ну это просто некрасиво. Он говорит, я ничего не брал. Я ему говорю, так смотрите, купюры номерные все. И он мне говорит, пойдем переговорим. Заходит, из носка достает вот эту купюру, она уже зажулька, наверное, на сегодняшний день, что я целый день в кармане носил. Видите цифры? БН-8149-6, короче говоря. Ну, так, наверное, видно будет. А остальные купюруют 5, 4 девятки 5, 4 девятки 4, 3, то есть, и я просто ему вот это сказал, сказал, что приедет полиция на нем, если найдет, то найдет, и походу у него будет какой-то травм. Он достал и отдал. Извинился, пожелал скорейшего выздоровления и... Знаете, что? Самое странное в этой ситуации, это не то, что на самом деле далеко не до денег, и хрен с ними с этими деньгами. Он просто позвонил мне вечером, извинялся и говорил, что вот у него трудная жизненная ситуация, что не надо гробить его жизнь и так далее. Если бы он сказал, когда приехал, что у него трудная жизненная ситуация, и деньги ему бы и так дали. Но совсем не до того, не до разбора по этому поводу. Просто будьте осторожней, бдительней и имейте в виду, что существует и оборотни в халатах, которые, по сути дела, пока вы ни на что не обращаете внимания, пока у вас тяжелая жизненная ситуация, за вашей спиной может происходить такой трэш, когда вы даже не сможете подумать на этого человека, просто чего-то не досчитаетесь или не найдете. По итогам этой медицинской драмы Гриша, наверное, в полицию обращаться не будет, ну типа деньги возвращены, конфликт исчерпан. Но он хочет придать врача общественной обструкции, обстругать его в интерсети, то есть узнать его фамилию, найти фоточки и опубликовать с хэштегом «Врач-щипач». С одной стороны, это, конечно, личное дело Гриши. Он, хочется верить, не просто хайпует на теме больного отца, а действительно хочет, чтобы другие люди были настороже и не оставляли сумки без присмотра, даже дома, даже рядом с врачами скорой помощи. Но надо помнить, идет праздник Пасхи. Для людей, любящих создателей реальности, Пасха – это не один день Воскресения Христова, а 40 праздничных дней. Сейчас идет к тому же Светлая Седмица. Короче, врач искренне извинился. Может не ломать ему жизнь, не позорить, а понять и простить. Это было бы по-православному, несмотря на много конфессиональности, все-таки в крещеной стране живем.